Добрый день, уважаемые жители и гости нашей столицы. Сегодня, на 17 июня, всего зарегистрировано 91 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 57, в Мегино-Кангаласском 6, в Амгинском 5, в Алданском, Вилюйском по 4 случая, в Намске и Аймеконске 3, в Ирингринске, Татинске, Веселданский, Чарапчинске по 2 случая и в Венобытантайске 1 случай. За сутки мы провели порядка 2846 исследований. Всего с начала пандемии обработано более 1 миллиона 157 тысяч тестов. Что касается вакцинации, то на 17 число в Республику поступило 28 109 доз. Вакцины против новой коронавирусной инфекции. Первую вакцину получили на сегодняшнюю дату 187 918 человек, в том числе лица старше 60 лет 42 тысячи. Вторую вакцинацию получили 144 человека, 641 человек. То есть людей старше 60 лет 34 635 человек. Использовано 90% от общего объема вакцины, поступившей в Республику. И буквально на сегодняшний день мы ожидаем дополнительно 3300 доз вакцины спутника ВИИ. На следующей неделе, предположительно, мы ожидаем эпивак-корону, при поступлении которая будет распределена также по всем районам нашей Республики. Я призываю наших жителей продолжать ту работу, которая ведется по вакцинации. Все предприятия, рабочие коллективы. К сожалению, мы видим, что рост по стране идет. Я напоминаю, что сейчас самая активная миграционная кампания происходит по всей стране. И в том числе в районах нашей Республики необходимо защитить себя и своих близких от этого опасного заболевания. К сожалению, мы каждый раз видим и тяжелые летальные исходы, и тяжелые заболевания, в том числе у молодого поколения. Хотелось бы еще раз акцентировать внимание на обязательное обращение к медицинским работникам. Если у вас есть признаки ОРВИ, либо повышение температуры, не затягивать с этим вопросом. Получать своевременную лекарственную терапию для того, чтобы избежать различных осложнений. Самое важное сегодня это оберегать наших детей. Мы видим, что сегодня открываются различные летние площадки, оздоровительные лагеря. Мы не можем вакцинировать детей, так как вакцинация у нас с 17 лет. Поэтому необходимо принять все меры, чтобы защитить наших деток. Для этого необходимо вакцинироваться семьям вокруг них. Это то же самое касается и женщин в период беременности и кормления грудью. Но, как известно, люди с хроническими заболеваниями, единственный верный шаг сегодня, верное принятие решения, это как раз вакцинация. Потому что сегодня уже известно, и буквально недавно было выступление главного эндокринолога нашей страны, что такое опасное заболевание, как сахарный диабет, достаточно распространенное в нашей республике, является благоприятным фоном для развития ковидной инфекции. Поэтому для них это единственный правильный путь – это вакцинация. Кроме того, мы хотели бы, наверное, пользуясь случаем сегодня, поздравить медицинских работников с наступающим днем профессионального праздника и пожелать всему населению нашей республики, в том числе, заботой относиться к нашим медикам. Спасибо большое. Будьте здоровы.